Ну, в целом, там вот это смехотворное все. Они же непрерывно бьются с преступностью, что эта девочка Starlight идет по улице, там какие-то два мальчика девочку приглашают куда-то. Еще не успели говорить приглашение, уже раком ее на капоте ставят. Это, блин, что такое вообще? Это в каком районе она живет? Это что за люди тут ходят в вашем районе, вот такое вот тут устраивают? Я как-то это, даже если это женщина, которая готова тебе дать на капоте, тут пятьсот раз озираться будешь, видит кто-то или нет, не дай бог, а сейчас с телефонами я как-то теряюсь. А тут посреди жилых домов давай мы кого-то насиловать будем. Значит тюрьма. Сразу. Ну, минимальное какое-то соображение – а, давай! – или тут девушка сказала нет? Ну, тут опять-таки хер поймешь, в это вообще опасно впрягаться. Может, это у них ролевые игры такие, я не знаю. Нынче дебилов столько, что туши свет, ну и вот она там кому-то порожено стучала. А теперь тебя узнают. Дементий, как ты думаешь, вот меня по телевизору показывают, как ты думаешь, меня узнают, нет? Без зеленой рубахи из синего фила. Что за херня вообще? Ну, вот вы очки сняли, и уже некоторые перестали узнавать. Ну, может, подойдут вот так, простите, у вас есть зеленая рубаха? Есть. Точно. Я вас знаю. Ну, и так узнаем. Что это за глупость вообще? Если они где-то там скрываются, ну, я не знаю, парик, накладная борода, черные очки, и как у меня товарищ, мы ездили на Кубу, там кругом шлюхи, и все предлагают секс за три копейки, начиная от 12-летних и заканчивая постарше. Просто по улице идешь, а тебя за половой орган хватают. В прямом смысле слова, я такого никогда не видел. Безобразие. А рядом в Доминикане, в Доминикане не был, люди рассказывали. Вот шлюху вызываешь, ты живешь в домике, а в домиках во всех, закрытые гаражи, приезжает машина, черная вся, естественно, с затонированными стеклами, или шлюхи в багажнике лежат, я не знаю. Ты открываешь ворота, она заехала, ворота в гараж закрылись, все вылезли, и что ты там дома делаешь, это никому не видно и непонятно. И шлюхи попрятаны, и ты, в общем-то, попрятан, как у нас товарищ. Помнишь, что он присылал? А это мы в Бразилии тут со шлюхами. Фотки. Там такие татуировки. Ну, он же без головы, я говорю, конечно, а это никто не узнает. Да, блядь. Ух, русские люди. Вот. Так что неясно, и их бы точно так же прятали. Вот дом, в котором они живут, под охраной, естественно, никто. Охраняемый участок посредине дом. Ни на участок не зайдешь, не заедешь, не полетишь, ничего. Вот здесь они живут. И они же борются с преступностью, а преступность что, будет смотреть на это? В преступности деньги зарабатывают. Это ключевое. А вы мешаете зарабатывать деньги, надо с вами что-то делать. И будут делать. И не только этому невидимке в жопу толовую шашку вставят, а всем по десять вставят и взорвут. Денег у них хватит на любую херню абсолютно, подкупят кого угодно. Поэтому их надо от общества изолировать, а они бы жили в отдельной казарме, куда нельзя заходить. И точно так же их бы возили на подземное метро было бы, где они выступают все время, штаб-квартира. А тут живем, чтобы нигде вообще никак не пересекаться ни с кем. Иначе... А что вы переживаете тогда? Узнали, увидели, еще что-то. И следующий вопрос, а вот она этих граждан там отметелила, двух мужиков, баба сбежала, и это преподносится как какое-то вообще лютое нарушение закона. Какое нарушение закона? А когда она с эти, где там этот, глубина там куда-то ныряла, а она там кого-то метелила и взрывала, а там она не так делает, да? Там было точно, что это были преступники, они залезли на склад. А какая прелесть. А вот здесь женщина опирает на то, что, типа, а девушки-то на камерах-то и вообще нет. И получается, что просто отмутузил каких-то двух ребят, которые там, по их словам, распивали пиво. Ну, конечно, да. Ну, никто не служил, как ты понимаешь, блин. Слова полицейского, они, вы не поверите, имеют точно такую же силу, как и все остальное, или не берите их на службу вообще, если вы им не верите. Есть закон о полиции у нас, например, в рамках которого отдельным пунктом проходит, когда я служил, это называлось применение и использование оружия огнестрельного. его можно применять, его можно использовать. Применяют это, когда стреляют по людям, а использовали это, когда стреляют по собакам, машинам и всякое такое. И четко оговариваются, когда и в кого можно стрелять. Нельзя стрелять в детей, нельзя стрелять в беременных баб и прочее. Стрелять. Где, я тебе рассказывал, есть замечательные положения, пункты о том, что как только оружие извлечено, любую попытку приблизиться к себе, сотрудник воспринимает как попытку посягнуть на его жизнь и завладение огнестрельным оружием, после чего он может стрелять в тебя, как хочет, для многих открытия. Нельзя подходить к вооруженному сотруднику, это раз, нельзя подходить, тем более, когда он вытащил пистолет, нельзя категорически, по закону он будет прав. То, что у нас такого не происходит, это вот только благодаря тому, какими нас советскими людьми когда-то вырастили, что нельзя в человека стрелять, у нас тут не Америка, но зато, когда какая-нибудь овца бежит на ОМОН, а он легает ногой, тут до неба, какое право он имел. Не знаю, я вот при исполнении, а ты на меня бежишь, а вот у меня пистолет, как ты думаешь, как я могу это трактовать. Вернемся. Но, далеко не всегда и не во всех надо стрелять. Во все остальное время, кроме пистолета, у сотрудника есть специальные средства, т.е. палка резиновая, баллончик с каким-нибудь этим слезоточивым газом, наручники и всякое такое. Вот как ты думаешь, при задержании надо ли человеку срочно прострелить голову? Я считаю, нас так учили, его надо задержать, этого гражданина, и желательно при этом не покалечить. Для чего? А для того, чтобы он ответил перед законом. Полиция не для того, чтобы убивать кого ей хочется, а для того, чтобы задержать, установить личность, установить причастность, провести следствие, и материалы следствия под руководством прокурора добро пожаловать в суд. И только суд определит вину, а тут ворвалось, полетел туда. Я не знаю, после таких ударов башка-то вообще на месте останется или все оторвет. Это неправильно, выглядит красиво, но как вы их так используете в полицейских операциях, для меня вообще загадка. Там же уже в прошлый раз, я уже не помню, но по идее это ж как копьё. Вот. Древко, а ты наконечник. Древко – это те, кто ведут оперативную следственную работу, они ищут этих негодяев, внедряются в банды, вызнают планы, кто куда пойдёт, кто что будет делать. И вот тогда только как СОБР, например, они же не сильно оперативной работой заняты, ну, в суровом понимании. Они заняты физическими мероприятиями, задержаниями там и прочее, и прочее. Потому, что одну работу делают одни, а суровую условно-спортивную работу делают совершенно другие, потому, что задержать пятерых борцов греко-римского стиля, не знаю, у нас, помнишь, как биржа, которая у московских ворот, помнишь? Да. Там, по-моему, вся грузинская олимпийская сборная по вольной борьбе. Ты с биржи выходишь, там деньги поменял, ещё что-то, а за тобой сразу автомобиль. А оттуда как вылезет, там, валико, с копьём, натурально, помнишь? С копьями, колёса протыкать, вот такие хори, из восьмёрки он в дверь не вылезает, вот такие плечи, блин. Как таких задерживать? Я, например, не способен. Для этого нужны специальные люди. Вот эта тётенька, она так и должна работать. Её же наводит кто-то на склад, правильно? Она же не сама туда прилетела. Кто-то наводит. Да, это её первое задание. Да. Ну, будьте любезны, соблюдать все нормы и правила, а не херачить там всех, чтобы везде лампы взорвались и десять человек покалечил. Ну-ка не спей, блин. Да не сплю. За тобой слежу. Вот, безобразная сцена.